Публика ринулась на сцену нечасто. Артисты разрешают посидеть вместе во время концерта. Но это не обычное выступление, а в формате иммерсивного действа. Мы решили, что в «Ночь искусств» надо максимально рассказать зрителям о кухне, происходящей перед концертом. То есть то, что происходит на концерте, всем хорошо известно. А немножко приоткрыть занавес к репетиционному процессу – вот это наша задача. Так в рамках этого необычного концерта для зрителей устроили музыкальную викторину. И дали возможность помочь артистам во время репетиции. Например, перелистывать страницы нот. Очень интересно было, прям такой восторг, такой детский восторг, когда в таком не участвовала. Я впервые так посмотрела со стороны, как музыканты, рядом сидела с такими инструментами. Кроме того, некоторые зрители смогли попробовать себя и в роли дирижера. И это оказалось гораздо сложнее, чем кажется со стороны. Было очень интересно и необычно попробовать себя и в роли дирижера, и в роли того, кто помогает при листовой странице. Было сложно читать партитуру. Это сложная профессия, так как понимать и управлять оркестром всегда для меня казалось чем-то фантастическим. И наконец-таки пришло время это попробовать. Это замечательное чувство, когда большое количество инструментов слушается одного человека. Вновь услышать оркестр Камерата Сибири можно будет 9 ноября. С помощью этой иммерсивной репетиции к концерту и готовились артисты. Ну а если хочется чего-то необычного, то и это есть в афише. Нестандартные форматы в филармонии практикуют не только на ночь искусств, а регулярно, например, 11 ноября ансамбль МОКО озвучит немое кино с Чарли Чаплиным. А 18 ноября главный дирижер Тюменского филармонического оркестра еще и сам сыграет на баяне. Это, кстати, будет ночной концерт. Дарья Власова, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.